Татьяна Львовна Шаумян, заведующая Центром индийских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук. Доброе утро, Татьяна Львовна. Индия для нас такая страна Афанасия Никитина, то есть это такая восточная сказка. А понять бы реально, что из себя сейчас представляет крупнейшая по населению страна мира, ее экономический потенциал, визит руководителя Индии в Россию и более чем теплое личное отношение. Вот какие нюансы мы должны знать и понимать? Ну, вы знаете, я согласна с вами. Действительно, это крупнейшая страна. Это страна, которая сегодня с точки зрения в том числе и экономического развития находится на передовых позициях в мире. Это страна, население которой, как вы правильно заметили, ну, можно сказать, что это действительно крупнейшая страна с точки зрения численности населения. Это многонациональное государство, поликонфессиональное государство, достаточно сложные истории, непростой истории. Но, понимаете, я не знаю, для меня она очень привлекательна, потому что это страна древнейшей цивилизации и культуры. Общение с людьми индийцами – это достаточно полезное, позитивное, приятное дело. Понимаете, контакты у нас с ними есть, и контакты у нас с ними и по поводу достаточно серьезных политических, международных проблем. У нас есть по многим вопросам общая точка зрения, близкая точка зрения. В общем, мы союзники, мы стратегические союзники, и об этом, я думаю, свидетельствует в том числе и сегодняшнее пребывание премьер-министра Индии Нарандре Моди у нас в гостях у президента Путина. Нарандре Моди пришел в третий раз к руководству страной в результате всеобщих выборов. И эти всеобщие выборы, они действительно партия в характере жената, партия гордится. Результатами это больше 600 миллионов человек проголосовали за нее в ходе последних... То есть это четыре населения России? Ну, примерно. Да, чтобы люди понимали соотношение. У нас под 150 миллионов, а тут за Нарандре Моди проголосовали 600 миллионов человек. То есть, ну, чтобы размер страны был понятен, по крайней мере, население. Понимаете, вот так. Да, да, и очень талантливые люди, знаете, интересные, талантливые, потрясающая интеллигенция, ученые. В общем, страна достойная нашего внимания. Татьяна Леонна, почему вдруг они нас любят? Почему вдруг такое отношение, казалось бы, многовековое британское владычество, колоссальное влияние Британии и британской культуры, казалось бы, должны были унаследовать и такую генетическую русофобию Британии. И нет же, если посмотреть, то лидеры Индии традиционно относились к России со времен революции более чем, ну, как говорили там, как к Махатмам. То есть, считали Ленина чуть ли не светочем. Вот откуда такое отношение? Почему? Я думаю, что каким-то историческим образом, если хотите, таинственным образом, у нас есть какая-то духовная близость. Несмотря на наши различия и в культуре, и в религии, и так далее. Понимаете, у нас с индийцами, мне кажется, мы взаимопонимание достаточно... Да, ничего страшного, это жизнь. Да, понимаете, и надо сказать, что... Надо сказать, что вы вот, вы говорите после, вот в 20 веке. Но ведь исторические связи были. Вот вы упоминали на Афанасии Никитину, но ведь можно после Афанасии Никитину упомянуть еще очень многих людей. Интерес к Индии был и в 19 веке. И российские ученые, путешественники, писатели и так далее. В общем, всегда стремились к тому, чтобы посетить эту страну. И мне кажется, что последующие события... Все-таки, знаете, мы ведь еще с уважением, как мне кажется, относимся и должны относиться к национально-освободительному движению. Конечно. Которое развивались в Индии, которое привело в результате к успеху политики Дживахарлала Неру. Мы помним Неру, а Неру у нас ведь очень любили, что они. Да. Вы не помните? А после... Я это хорошо помню. Нет, я это хорошо помню. По возрасту я... Я отнюдь не так молод, как кажусь. Я это хорошо помню. Я просто еще могу сказать знаменитую фразу Владимиру Владимировичу. После смерти Ганди и поговорить не с кем. То есть... А Махатма Ганди, ну это, знаете, это вообще, так сказать, тоже таинственный человек. Мне кажется, человек, в котором был очень глубокий и заложенный смысл заложен в том, что он делал, в том, что он говорил. И вообще личность его такая была особая. Так что я думаю, что Индия не случайно привлекает наше внимание. А уже в том, чего они достигают сейчас, эта страна заслуживает, и народ, и Индия заслуживает самого глубокого уважения. Но при этом... Татьяна Леоновна, мы же всегда несколько идеализируем. Потому что, да, конечно, традиции буддизма, но вместе с тем это и кастовое общество. Вместе с тем это патологический уровень нищеты. Это страшный уровень насилия в отдельных регионах. Это неприемлемые для нас отношения к женщине, там, в ряде сословий. То есть это сложные для нас, там, гигиенические нормы, сжигание, пепел. Вот все это несколько отличается. То есть мы видим одну картинку, а реалии не совсем такие. Не обманываем ли мы себя? Не произойдет ли вдруг потом еще и какой-то поворот политический, когда нам скажут, не, ребят, все хорошо, но вы все-таки белые варвары. И постойте в стороне, а мы сейчас будем дружить с другими. Вы знаете, я не предполагаю такого развития событий. Потому что мне кажется, что за эти десятилетия мы лучше поняли друг друга. Понимаете, ведь такие вот, о чем вы говорили, это же проблемы неузнавания. Конечно. Такие позиции можно занимать только тогда, когда вы не знаете по-настоящему страну, вы не знаете по-настоящему людей. Понимаете, за все годы вот наши, уже вот последующие десятилетия, все-таки у нас, к счастью, сложились довольно тесные связи. И сегодня мы имеем возможность, так сказать, друг друга узнавать, пообщаться друг с другом. А это очень важно, потому что, знаете, незнание, оно ведь и рождает и граждебность, и незнание рождает и ревность, и что хотите. Так что я думаю, что здесь то, что мы с ними в отношениях, это очень полезно для нас. При этом многие не понимают, но ведь в Индии большое количество воинов, то есть там целые народы и народности, которые обученные, подготовленные, закаленные в боях, то есть традиционно воины. Есть вариант, что вдруг они окажутся нашими союзниками и всплывут на нашей стороне? И вообще, кто такой руководитель Индии Моди, почему он так близок Путину? Так, извините, еще раз. Да, кто такой Нарендра Моди, почему он так близок Путину? Что это за человек? Какой его бэкграунд? Ну, вы знаете, это человек, который вообще, он из Гуджарата, из штата Гуджарата. И он в штате Гуджарат, так сказать, поднимался в своей карьере. Он получил образование, он был в политической жизни активной. И он был главным министром Гуджарата. И, собственно, из Гуджарата он перешел на, так сказать, на следующий свой пост, на следующий свой уровень Дели. Ну, вы знаете, этот человек, мне кажется, такой, в общем, скромный. Этот человек с какими-то даже, если хотите, ну, такими... Ну, может быть, я не так выражусь, ограниченными потребностями в жизни, в такой, в каждодневной... То есть аскетичный. Ну, это человек аскетичный, да? То есть аскетичный. То есть он скорее аскет. Ну, в какой-то мере, да. Да, он скорее аскет, понимаете? Ну, во всяком случае, мне кажется, что в отношении России у него есть какой-то определенный интерес. Может быть, интерес и как человека, и как политика. Понимаете? Так что тут, в общем, не зря у нас такие отношения установились. И эта традиция все-таки... Хотя, понимаете, тут еще, как можно говорить об этом? Ведь отношения были установлены у нас, когда Индийский национальный конгресс находился у власти. Джавахарлал Нейру – это конгрессист. И эта партия, которая традиционно поддерживала дружеские отношения с Советским Союзом. Понимаете? А Бахаратейджа – это партия, которая пришла к власти уже позже. И тем не менее, видимо, наследие, так сказать, конгресса в данном случае, я имею в виду только проблемы отношений с Россией, они, ну, эта партия, так сказать, на себя приняла тоже. Так что, действительно, и премьер-министр Ватшпай, который был в свое время министром иностранных дел, потом он стал руководителем. Вы знаете, он и приезжал в Россию, в Советский Союз, и в Россию неоднократно. А Джавахарлала Нейру, я помню, как в 55-м году его принимали в Москве. На стадионе «Динамо» какой митинг был, по сути, приезда Нейру. Так что, вы знаете, ну, так вот, ну, вот я еще раз хочу подчеркнуть, что, вы знаете, ну, вот какая-то общность у нас есть, вот что-то у нас, духовная связь какая-то имеет место. Но США выразили опасения Индии за ее отношения с Россией. То есть, Индию будут пытаться запугивать, будут пытаться втянуть, но на моде вряд ли это повлияет, он же в течение долгого времени был под американскими санкциями. Но в то же самое время, ведь Индия... У Индии сложные отношения с Пакистаном, так вежливо говоря. У Индии непростые отношения, пограничный конфликт с Китаем. То есть, и нам здесь надо тоже как-то выстраивать свою политику, учитывая собственные отношения и с Пакистаном, и с Китаем. Индия не ревнует? Вы знаете, я думаю, что... Ну, определенное есть, конечно, может быть. Насчет Пакистана я не думаю, потому что у нас все-таки отношения с Пакистаном, честно говоря, пока достаточно ограничены. Вот. Но что касается Китая, то давайте мы с вами вспомним о том, что начиная с 2000-2001 годом у нас появилась новая аббревиатура. РИК. Россия, Индия, Китай. Это было предложено еще Евгением Максимовичем Примаковым в 98-м году, когда он в Индии с визитом был. О том, что три страны исторически связаны, и что они должны сотрудничать. Да, когда он это предложил, я очень хорошо помню. Мы об этом думали много, и, конечно, выражались определенные опасения, что вот если, допустим, в этом треугольнике Россия-Индия – это нормально, если Россия-Китай – это, в общем, тоже нормальные отношения, но вот как эта сторона треугольника – Индия-Китай. И, тем не менее, понимаете, это сотрудничество растет. И вот на недавних примаковских чтениях министр иностранных дел наш Лавров специально коснулся вопроса о полезности, важности сотрудничества между тремя странами. Так что я думаю, что да, у них есть противоречия, да, у них есть нерешенность спорных пограничных проблем, но одновременно с этим товарооборот у них очень-то огромный. И в связи там есть, и переграничные связи. Так что, понимаете, жизнь сложна, и поэтому всегда возникают возможности такого рода. Датья Леонидовна, но при этом... Я думаю, что... Мы... Вот вы правильно, вы очень точно, очень правильно говорите. Но посмотрите, туристический поток из России в Индии, из Индии в Россию мог бы быть совсем другим. Но ощущение, что мы как будто не хотим этим заниматься. Я думаю, что дело не в том, что мы не хотим. Я думаю, что мы очень даже хотим. Мне кажется, что с интересом относятся наши туристы. Ну, и мы видели их там в Делле, конечно. Может быть, это связано, знаете, с... Во-первых, ну, дальность расстояния. Так. Во-вторых, я думаю, что для многих людей вот их образ жизни, их привычки, их диеты, их, так сказать, манера поведения, может быть, не каждый может это почувствовать и заинтересоваться этим. Для того, чтобы это понятие полюбить, надо съездить вообще-то. Понимаете, надо туда поехать и это все увидеть своими глазами. Затягивает? Можно к этому иметь определенную подготовку какую-то. Затягивает? Мне кажется. То есть им... Ну, что вы, конечно. Конечно. Конечно затягивает, еще бы. Вы знаете, я была там, знаете, сколько раз? Тридцать три. С ума сойти. Но, как я понимаю, при этом индийская культура в какое-то время была очень популярна в Советском Союзе, особенно в Среднеазиатских республиках. То есть, ну, прямо индийское кино было кинематографом номер один. То есть, вот такое совпадение вибрации было абсолютное. Да. Да, и кино, конечно, это всегда привлекало. Индийские фильмы, понимаете, они часто непростые, конечно, для нашего понимания. Но, понимаете, люди любят... Часто больше бывает музыка, танцы. Потом, знаете, обычно все-таки, несмотря на все, так сказать, жизненные проблемы, все-таки там обычно позитивный конец бывает. Вот это людей привлекает. Все-таки это важно для восприятия. И потом красивые актеры, красивые люди, красивые танцы. Просто вот все это привлекает внимание и интерес. Так, давайте мы пора готово. IVA. Вот. Вот. Вот.